И снова всем привет! Вы на канале ОНБ. Сегодня мы с вами рассмотрим более бюджетную линейку грунтов. То есть она немножко дешевле. Это линейка Вольвекс. И посмотрим, как она раскладывается, как этот грунт раскладывается и как затирается, насколько удобно с ним работать. Ну, сразу скажу, грунт довольно-таки на дне не сгущается. То есть нету такого, чтобы у вас одна выковыривать. Это уже хорошо. Хорошо перемешиваем. Много не будем наливать. Нанесем через дюзу 1,7 обычным китайским Валерой. Давление слишком большое не делаем. Первый слой тоненький. Почему я взял плиточку, ребята? Я хочу потом протестировать лак. Хочу ровную, красивую поверхность. Плиточку мы обрабатывали 120-й наждачкой. Все, даем небольшую паузу, буквально 2-3 минуты. И наносим второй слой. Наносим второй слой. Ну и наносим еще слой. Обратите внимание, когда у вас небольшое давление, у нас не работает сейчас, вытяжка не включена. У вас не летит во все стороны. Грунт тяжелый. Если я открою вот такое давление, то, конечно, опыл будет во все стороны. И перенос материала будет никакой на деталь. Все будет разлетаться в стороны. У вас будет большой туман. Обратите внимание, я не включаю вытяжку. То есть мы без вытяжки наносим. Китайским пистолетом. И, как вы видите, у нас нет опыла. Ну что, первое впечатление. Мне очень даже нравится, как наносится материал. Немножко густовато, поэтому небольшая шагренька. Но после высыхания мы посмотрим, насколько сильно он растянется. Ну и еще дадим ему небольшую паузу. Пусть подсохнет. После чего оставим деталь сушиться. Ну и нанесем последний слой. Ну, в принципе-то сразу видно, как ложится грунт. Вполне, ребята, адекватно. Немножко мусора насыпалось. Ну и нанесем небольшой проявочный слой, чтобы, когда мы будем затирать, вам было видно, как он трется. Для чего проявочный слой служит? Об этом есть много у меня видео. Посмотрите. То есть с ним гораздо легче затирается. Он попадает во все неровности. И когда вы затираете, вы видите все ваши косяки. Ну, в принципе-то, ребята, вполне, вполне. Давайте дождемся, когда материал высохнет и посмотрим, как же он затирается. Мы дали высохнуть детали. Дали высохнуть детали. Давайте же посмотрим, как она обрабатывается. Подойди поближе. Обрабатывается легко. И уже со старта мы видим, насколько хорошо растянулся грунт. Обратите внимание. То есть шагрени практически нет. Давайте до конца обработаем. Обратите внимание, у меня даже не подключен пылесос. И, в принципе-то, справляется хорошо. Посмотрите. Шкурка у нас не забивается. Острая, не тупится. Мне нравится. То есть мы видим, поверхность у нас гладенькая. В принципе-то, готова к покраске. Ну что ж, грунт мне нравится. Ссылочка на группу Вольвикс будет в описании под видео. Спрашивайте, кому интересен материал. Потому что наши материалы все равно еще нужно какое-то время, чтобы они появились на прилавках в ваших магазинах. Здесь уже готовый вариант. Пользуйтесь. То есть мы не жадны. На сегодня все. Здоровья всем крепкого. Настроения бодрого. Добра и бабла. Добра и бабла. Добра и бабла.